Что-то меня этот Кэнон загипнотизировал. Всем привет, меня зовут Евгений Смирнов, вы на канале Беру выходной, забегая вперед. Скажу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, участвуйте в комментариях. Поехали! Что я сегодня хочу рассказать? Помочь немножко разобраться в мире ламбиков, что это за зверь, я уже рассказывал, но вкратце повторю. В Бельгии, в Брюссель и прилегающий к нему небольшой регион Паутинленд являются административными границами для производства пива под названием ламбик. То есть можно в принципе по этой технологии делать и где-нибудь еще, но тогда уже без права использования термина ламбик. Это пиво дикого брожения, то есть это пиво, когда сусло делают, его оставляют с доступом к открытому воздуху, для того, чтобы оно самопроизвольно заразилось теми микроорганизмами, которые живут в той местности, где происходит, собственно говоря, заражение. После чего пиво перекачивают на брожение, брожение у них очень долгое, и через какое-то время, через полгода ламбик считается молодым, через три больше лет он считается зрелым, после чего их обычно начинают купажировать. То есть ламбик в чистом виде на рынке это довольно большая редкость, прежде всего потому, что и само по себе пиво не очень интересное, но оно выбраживает насухо, такое вот пивное шампанское получается, и потому что оно используется как основа для дальнейших смесей. Они же бленды, они же купажи, они же ассамбляжи, и вокруг вот этой вот истории с купажированием ламбиков развилась целая субкультура. Как правильно смешать для того, чтобы в случае с пивоварной, например, чтобы выдерживать один и тот же вкус, потому что при диком брожении ты не можешь полностью контролировать, да, что у тебя получилось, потому что часть отводится на долю теории вероятности, сколько дрожей пришло, как они забородили. Ну, это часть игры, это принцип такой. Конечно, можно делать контролируемое брожение, но тогда это уже точно будет не дикое брожение, не спонтанное и не ламбик. Вот, но внутри ламбиков есть свои какие-то нюансы и особенности. Во-первых, этих пивоварен не так много. Во-вторых, не все из этих пивоварен являются производителями ламбиков. Запутались? Давайте будем распутывать. Есть так называемый высший совет по производству традиционного пива ламбик. Не буду ломать язык, а в голландский язык. Аббревиатура звучит как хорал. И вот здесь у меня есть ежегодный такой мегаблент, то есть супер смесь всех участников этой ассоциации. Хорал мегаблент. Каждый год они выпускают, то есть они, грубо говоря, сбрасываются каждый своим сброженным суслом и купажируют что-то, что они считают наиболее удачной смесью среди всех этих вариантов ассамбляжа. Помимо тех пивоварен, которые входят в эту ассоциацию, есть еще несколько производителей, которые в нее не входят, однако имеют право производить ламбик и писательным словом ламбик. Кроме того, есть еще отдельные купажисты, которые не входят в хорал, но при этом занимаются тем, что закупают сброженные сусла разной выдержки у производителей ламбиков и смешивают на свое усмотрение так, как им кажется интересным. Естественно, простым смешиванием разных лет все дело не ограничивается, потому что потом его, как правило, еще и додерживают. Емкости могут быть разные, начиная от деревянных бочек, заканчивая прямо уже бутылочной ферментацией. Могут быть какие-то еще добавления, ну скажем, традиционных там вишен или малины, потому что в бельгийском пивоварении добавление фруктов – это история, которая насчитывает не одну даже тысячу лет. Вы наверняка знаете крики, фребуазы и так далее. А теперь давайте пройдемся по пивоварням. Я просто покажу, какие из них входят, кто входит в ассоциацию, кто не входит и кто, собственно, чем из них занимается. Поехали! Пивоварня Бонн. Ну вот здесь вот сорт Марьяш Порфе. Пивоварня заслуженная, старая, известная, одна из наиболее прочно стоящих на ногах среди всех этих пивоварен. Входит в Хорал. У нее собственный парк из более чем восьми сотен бочек. А очень активно участвует в жизни и пивоваренного сообщества, участвовала и в коллаборационных варках, предоставляла свои мощности партнерам для каких-то варок, продает сусло кому-то из купажистов, кому-то еще из других партнеров. Вишню, которую она использует в своих криках, в основном закупается в Польше, хотя не так давно разбили собственный вишневый сад и ожидается, что лет через плюс-минус пять пойдут эксперименты с собственной вишней пивоварни Бонн. Пивоварня Декам. Это блендер. Входит в Хорал. Своего производства ламбиков у них нет. Закупают сусло, сброженное у Бонн, у Жерардин и, по-моему, у Линдеманс. И обладает парком бочек для выдержки купажей из смеси. Непосредственно получены на заводе Пилснер Урпил в Чехии. Тысячелитровые бочки у них. Пивоварня Детрох. Производит и традиционный, и подслащенный. Вообще бельгийцы, они, вернее, не бельгийцы, а сами производители ламбиков, они всегда делают акцент о том, используется сахар для подслащения сусла или нет. То есть подслащенные сусла имеют полное право на жизнь, но оно, что ли, более народное. Это такие с более низкой, что ли, степенью уважухи созданные сорта. То есть у многих производителей ламбиков есть две или даже большая линейка, из которых простецкая подешевле. Это подслащенные какие-то компотообразные вещи, а серьезные суровые штуки, они, естественно, без добавления сахара. Детрох использует и те, и другие технологии. То есть у нее есть и правильные ламбики, там, совсем сухие, кислые, из которых создаются такие суровые уксусные гёзы. И, ну, наиболее известная на линейке Шапо, которая использует очень много разных фруктов. Ну, вот в этом случае это, конечно, гёз, но без надписи УТ или ЭУТ. То есть он не совсем из старых ламбиков создан, и вкус у него довольно простой. Но тоже входит в хорал, и часть сусла, это пивоварня, по крайней мере, продавала блендером из Соединенных Штатов Америки. Хансенс. Пивоварня с трагичной историей. Это один из старейших производителей ламбиков, который не пережил, к сожалению, Первой мировой войны. Все оборудование было переплавлено в военных целях, и по сей день это уже гёзерия. То есть это блендер. Покупается у сусла у других производителей ламбиков, купажирует, выдерживает, но свое пиво не варит. Морд с юбит. Пивоварня производит ламбики, но производит их не совсем честно, так сказать. А без колл-шипов, то есть без больших ванн, где сусло остывает и заражается путем открытого контакта с воздухом, а сусло закачивается в закрытые емкости, которые продуваются неочищенным местным воздухом. С точки зрения физики вроде бы как все нормально, но танцев с бубнами, которые надлежит исполнять при производстве ламбиков, это пивоварня не делает. Явно торчат туши пив гигантов, так и есть, она вроде бы в долях принадлежит Хайнекену и Карлсбергу. Маркетинговая легенда у нее довольно раскручена. Вот это вот внезапная смерть, даже кости нарисованные, это какая-то комбинация в игре в кости, которая внезапно заканчивала игру. И на вот этой игре в костях, собственно, строится маркетинг бренда Морд с юбит. Тем не менее, пивоварня входит в хорал и производит сусла, и участвует в блендах, и вроде бы как даже использует только бельгийскую вишню для своих вишневых сортов. По крайней мере, по официальной легенде, двухлетний запас бельгийской вишни в завороженном виде всегда хранится на пивоварне, поэтому она не боится ни урожая. От Бирсел. Пивоварня и блендер. Как пивоварня, эта пивоварня на своих мощностях варит блонд и трипель, а как блендер использует сусла от бон, которая купажирует и выдерживает, соответственно, в бочках, как с ягодами, так и без них, уже в виде гезов, то есть в виде купажей ламбиков разных лет. Из серии «Это интересно» в годы Второй мировой войны, и эта пивоварня за недостатком зерновых варила пиво из свеклы. Телкен. Самый молодой из блендеров. Нью-Зерри открыта в 2011 году для публики. Единственный блендер в Волонии. Своё пиво не варит. Используется в услах Бунжи, Рордин, Котельон и Линдеманс. И, в отличие от других, очень много экспериментирует с нетрадиционными для ламбикоделов ягодами, такими, как черная и красная смородина, ежевика, бузина и даже эдинь. Тиммерманс. Довольно крупная пивоварня, ламбиковарня, блендер. Производит сусла и вроде бы и с другими делится, и у себя его тоже использует. Производит и подслащённые ламбики, и настоящие неподслащённые. И обладает довольно большой линейкой сортов. Ещё помену две пивоварни, чьих бутылок у меня на столе не будет. Но будут, допустим, логотипы вот здесь и вот здесь. Это Жерардин, производитель ламбиков. Очень небольшой, очень довольно интересный. Но, к сожалению, пока что в Россию его просто не привозят. И, как следствие, в ассортименте его у нас нету. Ждём, кто из импортеров первый сумеет это сделать. А второй производитель, Бельвью, он принадлежит НБЕО, то есть крупнейшему пивоваренному холдингу планеты. Последний ламбик в настоящем виде Бельвью выпустил аж в 1999 году. И с тех пор выпускает такой псевдоламбик, который просто накачивается неочищенный воздух в бродильные ёмкости, в закрытые. То есть это уже, опять-таки, нету танцев с бубнами, это уже не совсем настоящий ламбик. Ну, чего ещё ждать? Подслащивает, естественно, своё пиво. Кантильон. Производитель ламбиков. Поставляет сброженные сусла в Декам, Телкен, Хансенс. Использует его для собственной леднейки сортов, хотя в Хурал не входит, то есть не является членом высшего совета производителей ламбиков. Ну, что не мешает ему производить ламбики, действительно, очень интересно. И участвует, видите, вот в куче сортов других пивоварен посредством своего сусла. Линдеманс – крупная пивоварня, производитель и ламбиков, и традиционных, правильных и подслащённых попроще. А сусла используют и в своих нуждах, и делятся им с другими. До 2005 года практически полностью сошла к тому, чтобы всё выдерживать на древесной щепе. Но с тех пор, наоборот, наращивает парк бочек для того, чтобы сусла выдерживалась, как положено, с танцами, с бубнами и в бочках. Ну, выглядит парадоксально. Вот Биир. Написано «Ламбик» и написано «Барселона» на этикетке. Как так? Это блендер, но который не находится в Бельгии. То есть они закупают ламбик у производителей ламбика, везут к себе в Барселону. И там смешивают на свой вкус. То есть купажируют, достигая каких-то конкретных своих целей по вкусу, ароматике. Ну, после чего уже выдерживают, видимо, в каких-то ёмкостях и бутилируют, и продают. Но, как видите, купажисты есть не только в Бельгии. Они есть в Германии, есть в Испании, есть в Шотландии, в Ирландии, по-моему, в США есть купажисты. И некоторые производители ламбиков отправляют готовые сброшенные сусла, то есть готовый ламбик, за пределы Бельгии для того, чтобы люди из других стран могли что-то там поколдовать и что-то намешать по своему вкусу. Оуа-бир – это японская, но бельгийская, но контрактная пивоварня. Не помню, как его зовут. Японец, который живет в Бельгии, влюблен в бельгийскую культуру ламбиков. И, как может, как умеет, как он сам видит, соединяет японские гастрономические, что ли, традиции с бельгийскими дикими пивами. Ну, очень интересно получается, очень недешево. Наверное, самое молодое из подобных предприятий – ламбикфабрик, они контрактники, варятся на заводе Белгу, купажируют сами и используют для выдержки бочки из-под бургундского вина. Вот такую маленькую бутылочку выбрал Трефонтейнин, производитель и купажист. То есть они и производят ламбики, и смешивают их, и выдерживают их сами. Раньше вроде бы работали на сусле от Бонна, сейчас уже перешли на собственные мощности. Интересно, что этой пивоварне производят еще Блонд, Портер и Лагер, хотя я лично пока не пробовал. Ну вот, это был короткий экскурс по маленькому, но сказочному царству ламбиков. Оставайтесь с нами, увидимся очень скоро. Пока.